Ну что ж, друзья мои, продолжаем наш бизнес-канал. Сейчас время бизнес-класса, как всегда, вторая часть нашего двухчасового эфира. Значит, сегодня мы говорим на актуальную тему, очевидно, впрочем, как и всегда. Назвали мы ее так. Как научиться правильно тратить. Слово ключевое, я подчеркнул его традиционно. Как научиться правильно тратить. И вот в отношении этих трат, в отношении этих расходов мы сегодня построим нашу беседу с моим гостем. И я представляю его. В студии сегодня Роман Аргашоков, финансовый эксперт, директор и совладелец Центра финансовой культуры. Добрый день, Роман. Добрый день. Уважаемые слушатели, для вас я напомню на всякий пожарный случай. Телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код города 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, спрашивайте. Ну и вам вопрос, я первый традиционно адресую. Умеете ли вы правильно тратить? И вообще, что вы, уважаемые слушатели, под этим термином подразумеваете? Правильно тратить. Я так сейчас подумал про себя. Ну, наверное, тоже часто, да, Роман сталкиваетесь с таким отношением, с такой точки зрения, когда начинаете разговор о том, как правильно, как неправильно. А кто-то вам в ответ говорит, было бы что тратить. А если есть что-то, уже хорошо. Я сильно не заморачиваюсь. Значит, начиная нашу беседу, Роман, я немножко не в тему, но, тем не менее, два часа у нас эфира ежедневного. Первая часть называется «Сухой остаток». Только что мы ее закончили с моими экспертами, коллегами в этой студии. Мы обсуждали тему, связанную с финансовыми рынками, с фондовым рынком Российской Федерации, с экономикой, многие более глобальные темы. Вот. И у меня вопрос к вам. Как, может быть, человеку не совсем в этом материале, не совсем в этой теме, но именно ваши ощущения мне важны, не как профессионал. Есть ли надежда на позитив? Вот такая у нас была тема «Сухого остатка». Есть ли надежда на позитив? Ну, давайте так, бог с ним, с фондовым рынком или с каким-то другим. Вообще, вот вы вдаль светлую, как у классика, позитивно смотрите? Позитивно, но, на мой взгляд, сейчас мы погружаться начинаем в очередной виток кризиса. Все же? Да. Ну, мое искреннее убеждение. Другой вопрос, что можно к этому кризису подготовиться и минимизировать потери, либо свести их к нулю. Это программа «Минимум», а все-таки желательно еще и на этом заработать, потому что в кризисное время при правильном подходе можно зарабатывать доходности, как за 5 или 10 лет обычных, бескризисных. Другой вопрос, что мало кто это понимает, как сделать. И даже если понимает на уровне логики, в моменты кризисов такой негатив льется, отовсюду, что люди не доверяют своему здравому смыслу, поддаются эмоциям, совершают ошибки. Здорово. Здорово. Ну, я так понимаю, все-таки мы сегодня в этом направлении с вами будем двигаться в течение нашего эфира, да? Можем затронуть меня у вас. Чтобы дать, ну, хотя бы приблизительное, да, приблизительное понятие того, как это нужно сделать. Кстати, психологически, согласен абсолютно, психологически в этот момент чувствовать себя спокойно, да, комфортно очень важно. Потому что действительно пройдет какое-то время, и ты вспомнишь, боже мой, вот буквально там, да, полгода назад. Ну, что же я вот этого не... Уже Сбербанк по 14 рублей за акцию не купил, когда он за год вырос до 90, да? Совершенно верно. Но это уже будет, к сожалению, поздно, да? Да, да. Поздно пить боржови. Ладно. Ну, что ж, давайте, значит, вернемся к нашей теме, как научиться правильно тратить. И вопрос номер один. Роман, согласны ли вы с тем, что к расходам, ну, к тем самым тратам нужно относиться как к инвестициям? Олег, честно говоря, я всегда считал, что авторство этой идеи принадлежит мне, потому что я ни у кого это не видел. И сейчас я получаю такой вопрос и был чуть-чуть даже обескуражен. Я вам, да, приоткрою занавес, это в средствах массы информации, а просто эту вашу цитату, да, вот и вот формулируя в качестве вопроса. Я так и подумал, что да, да, наверное, готовились хорошо, и мы зависть пошли. Дело в том, что, смотрите, на инвестиции возврат деньги, но деньги нам нужны для чего? Чтобы тратить. А тратим мы для чего? Помимо расходов на выживание, которые не такие большие, большую часть денег мы тратим на положительные эмоции. И если эмоций мало, то для нашей психики все равно, что деньги выброшены. И нам кажется, что денег зарабатываем мало, надо зарабатывать больше. И вот стоите вы перед 25-й кофточкой или перед 70-м походом за месяц в кафе, которые вы уже даже не замечаете, они просто как привычки у вас сформировались, и эмоций ноль. И вы не можете себе отказать, почему вы будете воспринимать, что я себя в чем-то ущемляю. А в чем ты себя ущемляешь? Если ты сохранишь эти деньги, донесешь их до массажа, на который ты считаешь, что якобы у тебя нет денег, ты получишь гораздо больше удовольствия. И огромное количество людей считает, что у них на многие правильные вещи нет денег, в то время как непонятно на что с легкостью распыляет. И поэтому я говорю, максимизируйте количество эмоций на потраченные деньги, подход инвестора, максимизируйте свой возврат. И помимо того, что вы не будете транжирить, это вам еще позволит не жмотить другая крайность. Знаете, бывает так, что люди исповедуют подход финансового менеджера. Чем меньше расхода, тем лучше. Но если бы мы всю жизнь так жили, мы бы ездили на автомобиле только отечественных марок, самых недорогих, фуфайках бы ходили. Мы же готовы заплатить за что-то более качественно. Весь вопрос в том, чтобы… Вы видите дорогой автомобиль, и вы понимаете, ну он того стоит. Но, допустим, если мы говорим об услугах, то на которых еще не создано каких-то общепринятых стандартов, оно того стоит или нет? Стандартов качества, да, имеете? Стандартов качества и цен. И весь вопрос вашей субъективной оценки. Для вас это того стоит? Если стоит, покупайте смело. Если нет, отказывайтесь. Смотрите, вот вы чуть раньше пример привели, значит, от кофточки, ну я не о себе, слава богу, я отказался или от похода в кафе, давайте так будет, наверное, проще воспринимать мой монолог, я от похода в кафе отказался и нашел возможность пойти на массаж. Да. Вот этот массаж в качестве альтернативы, он не случайно появился, потому что он, ну я не знаю, он принесет больше пользы или та же самая эмоциональная составляющая у него ярче, чем в этом кафе. Или просто нужна какая-то альтернатива? Олег, я привел примеры. У каждого человека своя система ценностей. И кто-то хочет пользоваться планшетом американским, а кто-то хочет японским. И самое главное, чтобы для вас значимые вещи находились деньги, а при этом если вам реклама навязывает то, что вам не даст удовольствия, чтобы вы на это не велись. Поэтому, и просто почему сказал, массаж для меня лично является такой вещью, которая дает максимум удовольствия и восстанавливает очень сильно. Но речь, почему я говорю, что в финансах не бывает стандартов, здесь все индивидуальный пошив, потому что то, что для одного максимум удовольствия, для другого выброшены деньги и наоборот. И поэтому нужно вообще управление финансами начинать с расстановки приоритетов, от чего я получу максимальное удовольствие. И уже под эти мерки делать индивидуальный пошив. Понятно. Ну, кстати, о стандартах, да, это всегда очень интересная тема. О стандартах давайте мы поговорим поподробнее. И как правильно, собственно, эти приоритеты выстроить. Ну, я напомню, у нас немножко времени до первого перерыва, поэтому я постараюсь лаконично. Мысль какая у меня сейчас промелькнула, о приоритетах, когда вы заговорили. Я для себя, предположим, да, решаю, что мне вот это максимальное удовольствие доставляет. И прихожу к выводу, что мне доставляет удовольствие вещи, которые мне недоступны. Ну, вот по моим текущим финансовым показателям. Что в этом случае делать? Либо, а, изменить приоритеты и попытаться получить удовольствие, да, от того, что все-таки ближе сейчас ко мне. Или, так сказать, какие-то более стратегические шаги, чтобы увеличить, да, формат своих доходов, чтобы в конце концов это мне было, это было мне доступно. Как здесь поступить? Олег, смотрите, здесь есть шире, если посмотреть, то вполне возможно, ваша оценка недоступности всего этого дела ложна, потому что вы исходите из трехмесячной перспективы или из годовой, из которой исходит максимальное количество людей, но недооцениваете количество денег, которое способно пройти через ваши руки за пять лет. И если мы говорим о крупных покупках, таких как квартира или премиальная машина, то это вполне адекватный срок для достижения такой цели. И не надо себя обманывать, что надо купить с годового дохода. Многие люди годами живут, обманывая себя, что мы можем... Да, 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 мы продолжим. Это очень интересная тема затронута. Давайте прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, да, продолжаем. Продолжаем бизнес-класс на Финам.Ф. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Роман Аргашоков, финансовый эксперт, директор и совладелец Центра финансовой культуры. Мы обсуждаем с Романом, говорим над тем, как научиться правильно торговать. Простите, тратить. Торговать. Торговать. По Фрейду. Значит, у нас есть звонок. Давайте мы начнем с него. Пообщаемся с Алексеем. Алексей, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день, Олег. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за вашу передачу. С удовольствием, если есть возможность, слушаю вас в прямом эфире. Спасибо. А во-вторых, вот какой вопрос интересует. Вот в настоящее время, то есть последние 20, вот деньги стали основным мерилом у нас в стране, по крайней мере, целовеческих ценностей. Я помню, в детстве был такой мультфильм «Золотая антилопа». Там вот по дешах он погибает под количеством золотых монет, так сказать, в общем-то, и вот эти вот суммы прибывших денег, они, в конечном итоге, не приносят человеку моральное удовлетворение и состояние, так сказать, такого удовлетворения жизни, цели жизни достигнутой. Вот, Роман, не ответили на вопрос на такое, а что бы сейчас сделать бы у нас, чтобы вот не деньги у нас в стране, так сказать, а что-то вот более ценное, так сказать, мораль стала главным. Есть ли такие рычаги, поскольку у нас институт культуры, да, вот отношения, так сказать, вот с экономией. Вот хотелось бы услышать. Спасибо. Спасибо, Алексей, за звонок. Спасибо огромное. Мультфильм, помните этот роман? Конечно, помню. Да, да, да. Золотая антилопа. Довольно. Мое мнение, что проблема не в деньгах, а проблема в пропаганде ценностей, а деньги являются просто катализатором. Действительно, у нас, если ты не соответственно, если ты не в машине соответствующей, ты не человек. Хотя совсем нет, огромное количество людей, знаю, прекрасных, ездит на велосипеде, являются гораздо более внутренне целостными, потому что в Каене ты или там в Тауреге, если у тебя проблемы, и ты не способен с ними совладать, дорогая машина тебя не защищает. И вот этот вот момент внутренней целостности силы, гармоничности, он не зависит прямо пропорционально от денег. И я заметил следующую вещь, если ты развиваешься гармонично, то деньги будут, а если ты через деньги хочешь купить гармонию, этого не произойдет. И вопрос просто в массовой пропаганде, и мне кажется, что это некие там целенаправленные действия, потому что, ну, очень удобно. Если мы пропагандируем моду, то у нас вечное производство, люди не будут долго носить одни и те же вещи, понимаете, и это вопрос просто... Ну, и, по крайней мере, у них задача будет, да? Да, да. Вам расскажут, ребята, надо вот в этом ходить, вот это есть, вот на этом ездить, вот ваши цели, давайте, вперед. Да, то есть это просто пропаганда очень активная, мощная, масштабная, начиная с самого детства. Поэтому, что было в том же самом советском времени? Пропагандировали другие вещи. Совершенно верно. Причем можно спорить, да, об истинности этой пропагандии, или того, чтобы... Ну, о идеологии мы говорим, можно спорить, да, хорошо или плохо, но действительно ведь никто не задумывался, да, ну, как правило, вот в таком глобальном смысле, в чем он ходит, на чем он ездит, или там... Он задумался о вещах нравственного порядка. За границей, например, огромное, ведь количество вещей гораздо меньшее значение придают вот этим внешним понтам, что называется, и живут, и с удовольствием, и с ними общаешься. И ты не видишь, вот, например, в России я наблюдаю на лицах людей огромное количество, знаете, когда смешиваются неудовлетворенные амбиции и комплексы. Это жуткая вещь. Да, это... Это просто жутко. И вот людей, у которых это смешано, и на лице это прям читается, таких просто в огромном количестве. А почему? Потому что заданы некие стандарты, которые пустые, ложные, и, в принципе, зачем к ним стремиться. А люди стремятся, и даже если достигают, то это достижение неустойчиво, удовлетворенности нет, люди мечатся, и это чувствуется. И у меня в течение жизни было много вариантов возможности срезать углы. Ну, то есть, когда-то к цели приходить не за счет какого-то внутреннего вызревания, роста, а, допустим, за счет каких-то хитрых махинаций. Я отказывался, потому что кушать хочется каждый день, а не только сегодня. Хочется спать спокойно, и вот мое развитие, чтобы не сглазить, оно устойчивое. И каждый следующий шаг, он достаточно, ну, такой твердый, и мне нравится. Самое главное. Я понял, спасибо. Роман, спасибо. Алексею мы ответили. И вернемся к нашему разговору, в общем, до новостей. Мы пытались обсудить, да, как приоритеты выстраиваются. И первый момент, как проверить, достижимо или недостижимо. Личный финансовый план, он показывает, сколько через ваши руки пройдет денег в ближайшие 5, 10, 15 лет. И когда, понимаете, проблема большинства людей, почему они не хотят прикладывать системные последовательные усилия. Они не видят положительных последствий. Ну, представим, человек зарабатывает, допустим, нефантастическую по московским меркам зарплату в 70 тысяч рублей. Допустим, умудряется жить на 50, 20 откладывать. Сколько он отложит за год? 240 тысяч. Теперь ему говорят, зарабатывай больше. Представим, что он начал еще на 20 больше зарабатывать, из которых половина на потребление, чтобы себя вознаградить с текущим комфортом, а половина откладывает. То есть, вот мы на 120 тысяч в год стали откладывать больше. Итого у нас 360. Давайте приумножим эти деньги хотя бы под 20%. На 240, если я правильно посчитал. 20 плюс 20 еще. 360. То есть, 240 и 120. 360, ошибся. Ну, то есть, смотрите, в начале откладывал 240, и сверху начал еще 120 откладывать. То есть, 360. Приумножим эти деньги под 20%, если нам так удалось. И это еще сверху 72 тысячи рублей. Помогут ли вам 422 тысячи купить новую квартиру? Нет. И человек говорит, так, ребят, подождите. Вы мне говорили, зарабатывать больше, я зарабатываю. Вы мне говорили, откладывать, я откладываю. Вы мне говорили, инвестируйте, я инвестирую. Квартира моя где? И человек опускается руки. И как, знаете, как в шутке в интернете, что копил на Феррари, а потом купил себе айфон и жвачку. Вот. И на самом деле, если посмотреть, сколько денег проходит через ваши руки за 5, 10, 15, 20, 30 лет, миллионы. Проблема в том, что человек успевает внутри года распылить эти миллионы, и они не накапливаются. Он их не видит. Я, конечно, понимаю, что многие скептики скажут, как эти миллионы увидеть. Мне хочется сейчас жить. Ребят, альтернатива очень простая, на самом деле. Либо продолжать иметь айфон, мак, ну, извините, что я бренд называю. Ну, ничего страшного, и жвачку периодически покупать. Да, да, и жвачку новую покупать. Либо все-таки переехать на собственную квартиру. Причем, ведь нам не нужно миллион квартир. Мы купили вначале однушку, чтобы не надорваться. Поменяли на двушку, поменяли на трешку, поменяли на загородный дом, к примеру. Купили машину попроще, постепенно поменяли. Там путешествия. Огромное количество людей считает, что для того, чтобы иметь такой минимальный, что называется, джентльменский набор в виде хорошей, качественно обставленной квартиры, премиального автомобиля и двух-трехкратного отпуска в нормальных местах, нужно зарабатывать. Или там, если стать долларом-миллионером, нужно зарабатывать там 300-400-500 тысяч рублей в месяц. Вранье. От 70 до 100 тысяч человек спокойно зарабатывая, при том, что он откладывает хотя бы 20% из них, он способен все эти цели материальные достичь. Просто он не знает, как это сделать. А личный финансовый план показывает, человек, можешь. И когда вы видите, как сегодняшние изменения на 5000 вашего уровня потребления или уровня доходов приближают на месяцы или даже годы квартиру, машину, вы начинаете выбирать, что сделать. И вы сами выбираете баланс между тем, как быстро купить автомобиль и какое количество походов в ресторан себе обеспечить в месяц. Ну, я такой некий образ нарисовал. Какую часть денег отправить на достижение крупных материальных целей и какую часть денег оставить на обеспечение сегодняшнего комфорта. И когда вы определились с приоритетами, вы сами выбираете либо машина побыстрее, ну, либо отпуск, либо шуба, понимаете. И вот здесь важен баланс. Важен баланс, да. Но это опять, видимо, очень субъективно. А знаете, есть упражнение совершенно шикарное, я даю в своих тренингах. Люди записывают свои цели, каждый на отдельный листочек бумаги. И затем берут метод попарного сравнения. На одном листке шуба, на другом машина. Так, что бы я себе купил вперед, шубу или машину. Так, ладно, вперед, допустим, машину или там шубу, да, например. Дальше берем квартиру. Так, шубу или квартиру. Нет, квартиру вниз, шуба впереди осталась. Машину или квартиру? Нет, квартиру вперед, машины. И вот у нас, ну, каждый момент времени представляешь, что нам хватает деньги только на что-то одно, мы расставляем приоритеты. А дальше просто пишем желаемые сроки и просчитываем в финансовом плане, реализуемо ли это все и в какие сроки. А если не реализуемо на текущем уровне доходов, то до какого уровня надо вырастить доходы? Вот, Олег, предлагаю вам еще тему увеличения доходов затронуть. Для большинства людей это является самой большой финансовой проблемой. То есть они знают, как экономить, многие там одно, второе. Ну, вот, якобы, как зарабатывать больше? Ну, это очень легко, и я объясню, в чем суть этого процесса. С удовольствием, с удовольствием мы послушаем. Я в продолжении, да, вашего монолога еще вспомнил, ну, часто такая фраза звучит, да, что надо, что правильнее, точнее, но опять, может, это очень субъективно. Один говорит, я буду меньше тратить, а другой говорит, я буду больше зарабатывать. А здорово и то, и другое, и вопрос, меньше, чем что? Понимаете? Меньше, чем текущий уровень, допустим, моих трат. Я вот должен экономить. Ну, почему-то мне так же. Олег, смотрите, вот мы опять приходим к вопросу, что значит правильная экономия. Дело в том, что меньше, меньше, чем сейчас. А может, вы нормально тратите? Деньги для чего нужны? Чтобы обеспечить себе определенный материальный уровень. Все, что сверху, для вас это дополнительные труды, которые, и дополнительные затраты времени, которые вы бы с близкими могли провести или хобби посвятить себе. Поэтому вопрос в том, чтобы вам хватало, раз, и, во-вторых, чтобы были определенные резервы, чтобы, если доходы проседают, чтобы были запасы, понимаете? Выше этого вам денег, по сути, не нужно. И что значит правильная экономия? Роман, прошу прощения, прервемся, сейчас у нас рубрика «Вне времени». Слушаем рубрику, потом продолжаем. Ну что ж, друзья мои, продолжим. Продолжим наш интереснейший разговор с Романом Аргашоковым, финансовым экспертом, директором и совладельцем Центра финансовой культуры. Говорим мы о том, как научиться правильно тратить. Напомню вам, напомню вам, уважаемые слушатели, 6510996, код города 495, сайт компании финам.фм. Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы, в конце концов, Роману. Я думаю, что надо воспользоваться этим моментом, пока он у нас в студии. Продолжим. Да. Продолжим. Мы с вами остановились на вопросе правильной экономии. Рекомендую всем инструмент. Вы считываете стоимость часа вашей жизни. Просто месячную зарплату делите на количество часов, которые вы тратите на заработок. Ну, к примеру, возьмем те же самые 50 тысяч рублей, стандартные 176 рабочих часов за 22 рабочих дня, и получаем стоимость часа примерно 284 рубля в час. Стоит, ну, при таком расчете, да, вы для себя уже пересчитаете каждый. И дальше вы стоите перед некой покупкой. Желательно это не категории расходов на выживание, потому что если вам за зарплату заплатить, здесь уже просто берете и платите. А вот все, что остается сверху, допустим, это у вас все-таки остается. У большинства все равно верят, что остается. И вы прикидываете, стоит ли этот массаж, стоит ли эта кофточка, стоит ли этот ресторан, поход в кино, там, не знаю, активный отдых, того количества часов, которые бы вы отработали для того, чтобы себе позволить эту трату. Если оно того стоит, вас жаба не душит, что вы там день целый отработали ради прыжка с парашютом, к примеру. Смело себе позволяйте. Почему? Потому что это равноценный обмен вашего безгранично ценного ресурса время на тот объем эмоций, который вы получили. Если же вы понимаете, что вас жаба душит работать полдня ради посиделки в ресторане, ну, опять же, друзья, я не хочу, я сейчас не оцениваю каждую из категорий. Здесь все очень субъективно. Конечно, посиделки иногда бывают настолько приятные и полезные. Да, да, да. Ну, просто бывает, знаете, зашкаливают они, когда из отдыха только посиделки. И вы продолжаете, ну, вы удовольствие не получаете и продолжаете на это выкидывать деньги просто по привычке, просто потому что вам лень найти альтернативу стоящую, вы действуете по накатанной. Вы похожи в этот момент на индейца, который обменивает свое золото на бусы, потому что ценности вы не получили, а деньги потратили. И когда многие люди легкомысленно относятся к расходам, что подумаешь, мол, неужели я не могу себе это позволить, я говорю, а теперь представь, как ты огромный кусок своей драгоценной жизни выкинул на какую-то совершенно ненужную вещь, отказавшись от которой качество твоей жизни никак бы не упало, а при этом сидишь и жалуешься, что тебе не хватает денег, не знаю, на личного тренера, на косметолога или еще на что-то. Люди выкидывают деньги по привычке, и очень часто вот эти привычки не отражают реальных ценностей. То есть, вернее, человек вот так спокойнее, но при этом он считает, что на что-то у него денег нет, да у него есть на это все деньги. Поэтому вот я очень рекомендую вам всегда знать, сколько стоит час вашей жизни и максимизировать объем удовольствия, который вы получаете на каждый вложенный рубль. И вы сами прикинете, вы готовы, допустим, купить часы дорогой торговой марки, зная, что вам за них работать два месяца. Или мы пока ограничимся попроще, но недельным заработком, да, стоимости часов, и будем покупать дорогие, когда начнем больше зарабатывать. Я, кстати, вспомнил по поводу часов, вы заговорили сейчас, да, есть такая, ну, не рекомендация, может быть, такая какая-то фраза мне где-то, я в интернете вычислил, что часы на руке должны стоить три месячные зарплаты, вот что-то такое. А миллионеры американские, которые, ну, есть очень много правильных книг, написанных на интервью с миллионерами, говорят, знаете о чем? Там, что машина должна стоить не больше двухмесячных зарплат, понимаете? То есть те, кто пропагандирует трехкратную, ну, то есть стоимость часов в виде трех зарплат, это те самые ребята, зарабатывающие на моде, понимаете? Да, да, да. А те, кто говорит, покупайте машину, там, не дороже двухмесячных зарплат, те самые бережливые, грамотно относящиеся к деньгам люди, которые при деньгах. Да, вот, получившие финансовый результат. Конечно, конечно. А это все стремятся. Фильтруйте чьи рекомендации. Да, 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 статусность, да, статусность свою, подчеркнуть. Роман, очень интересно, вернем все же к финансовому плану. Да. Как он выглядит, если можно так... Смотрите, финансовый план выглядит следующим образом. Вы понимаете месячную прибыль, которая у вас остается от обычных расходов. Не знаю, вы зарабатываете 70, откладываете на пожить 50, и 20 вы можете туда, ну, так или иначе вложить. И вы начинаете прикидывать, занесли в список, ну, занесли в таблицу список целей, стоимость их, да, и дальше начинаете складывать там из месяца в месяц те излишки, которые у вас есть, которые у вас остаются. И первый год у вас расписан помесячно, потому что могут получиться так называемые кассовые разрывы, когда деньги нужны в сентябре, а будут только в декабре. И от следующей года уже на 12 умножите, умножайте по годам. То есть в интернете можно найти, и мы там эти таблицы финансового плана тоже отправляем бесплатно людям, чтобы они пользовались. Сейчас вопрос, как правильно их заполнить. И вы подключаете, ну, обеспечите там финансовую защиту в виде страхования жизни и здоровья, обеспечиваете резерв на полгода жизни, как аналог запасного колеса в автомобиле, потому что отсутствие этих двух элементарных инструментов финансовой защиты способно вас на неопределенный срок с этого стройного пути к достижению цели снять. А дальше вы начинаете достигать материальные цели. И теоретически, вот опять же, возвращаемся к вопросу инвестирования. Многие говорят, надо инвестировать. Слушайте, если вам хватит на все свои цели просто путем накопления, вы можете ни разу в жизни не проинвестировать. И проинвестировать только, вы знаете, так называемый пассивный доход, дополнение государственной пенсии, как-то вот вложить надежно деньги. Но если вы видите, что сроки достижения ваших материальных целей вас не устраивают, и либо масштабы этих целей вас не устраивают, то вы подключаете в дополнение к активной работе еще механизм инвестиций. То есть это всего лишь инструмент достижения материальных целей. И вот здесь вопрос в том, чтобы просчитать, вот мои деньги, в какой пропорции я их распределю, и устранить возможные кассовые разрывы, когда мы наобещаем, что и машину купим, и квартиру, и родственнику поможем, и прочее, а затем на еду не остается. Поэтому процедура заполнения финансового плана настолько простая до безобразия, мешает ей две вещи. Первое, это непривычность, а любое даже простейшее дело, когда выполняется первый раз, кажется сложным. А второе, человек по поводу своих целей очень эмоционален. Когда хотя бы минимально что-то не получилось, что это для меня? Ну ничего страшного. Такой разрыв. Сейчас будем прикидывать, как его рассасывать, что называется. Что это для человека? Паника. Ой, у меня все не получается. Потому что к моменту 25-35 лет люди, не обученные управлять деньгами, насобирали такое количество шишек. Это знаете, человек весь в синяках. И когда вы прикасаетесь даже легким прикосновением, ему больно. Почему? Да он в синяках. Это все равно, что нас не учат управлять деньгами. А вот теперь представьте, если бы мы до прихода в автошколу потерпели бы 15 автокатастроф. Ну, наверное, нас бы чуть-чуть подколбашивало в автошколе. Мы бы боялись сесть. Конечно. Но вот в нашем мире принято сразу идти в автошколу до этих 15 катастроф. Но учиться управлять финансами люди начинают спустя 100 финансовых катастроф. И поэтому вот такая болевая чувствительность у людей, что они предпочитают продолжать все как есть, худо-бедно, чем менять ситуацию к лучшему. Ну, я очень часто сталкивался с таким отношением даже к термину финансовая грамотность. Ну, с таким даже не пренебрежительным, а отношением как к чему-то, ну, очень, может быть, и важному, и интересному, но абсолютно ненужному. Потому что, ну, что такое, ну, боже мой, какая грамотность, да, вот у меня есть зарплата, вот у меня есть текущие расходы, боже мой, ну, немножко остается там, ну, как-нибудь потрачу. И все нормально. Здесь, Олег, понимаете, у многих людей управление финансами ассоциируется на то, чтобы пересадить себя на хлеб и воду, во всем себе отказывать и копить на черный день. Как вариант, да. Ну, неправильно. Дело в том, что когда вы начинаете управлять деньгами, ваше качество жизни растет даже вне зависимости от роста доходов. Когда люди говорят, я хочу денег, люди не хотят денег, они хотят качество жизни, понимаете? И проблема большинства людей, что они не умеют переводить деньги в качество жизни. И думают, и даже когда у людей выросли доходы, ну, вырос средний чек в ресторане, выросло качество, ну, там, чуть-чуть одежды, ну, чаще он стал ездить, допустим, там, не в Египет, а в Таиланд, а кардинально там, как жил в съемной, так и живет в квартире. И человек в удивлении, я думал, что начал больше зарабатывать и все станет нормально. Нет, человек, ты не научился переводить деньги в качество жизни. У тебя потери на этом переходе огромные. И сколько бы ты ни зарабатывал, ты все равно используешь свои деньги на 5-10% от возможностей. И поэтому, что дает умение управлять деньгами? Во-первых, на фоне увеличивающейся сверхдоступности кредитов, сейчас это вопрос даже не преуспевания, а просто элементарного выживания. А во-вторых, что вы просто живете лучше. Угу. Ну, живете лучше именно с точки зрения качества, да? Качества жизни. Возможно, там, не знаю, там, близких радуйте, себя радуйте, образование себя получаете. Ведь я сейчас, вот, в продолжение вопроса Алексея, я, естественно, признаю духовные ценности, гармонию внутреннюю. Она позволяет быть более эффективным и успешным и больше радоваться жизни. Но хорошие часы, хороший автомобиль, хороший отпуск, хорошая одежда, еда в ресторане в красивом месте, там, экскурсии, поездки – это ведь вещи, которые тоже украшают нашу жизнь. И деньги, они дают нам дополнительные возможности. И я этими возможностями стал пользоваться с огромной радостью. И у меня жизнь, ну, с тех пор, как, то есть, я-то пришел к управлению финансами от необходимости закрывать долги, они меня прям тиранили, то есть, я не хотел просыпаться. Ну, мне не нравилась моя жизнь. И сейчас каждый день для меня наполнен диким количеством, огромным количеством позитива. Почему? Потому что, помимо правильных мыслей, у меня есть ресурс, который я могу себе позволить, понимаете? Ну, в виде, имеется материальный ресурс. Да, да, да. А кредиты, кстати, заговорили, вот с точки зрения человека, управляющего финансами, слово «кредит» – это ругательное? Ну, смотрите, кредит – это в любом случае нагрузка на ваш семейный бюджет, который он должен выдержать. Я признаю, кредиты только ипотечно, и автокредит, и то, они не должны быть. То есть, знаете, вы покупаете первую машину и сразу за 4 миллиона в кредит, но это надрыв. У вас нет еще никакой квартиры, вы покупаете сразу в ипотеку трешку, но купите вы однокомнатную квартиру, рассчитаетесь вы с маленьким кредитом. Пусть вы продолжаете жить в съемной трешке, но, по крайней мере, вы маленькую цель достигли, продали эту квартиру, переложили в двушку. Постепенно, понимаете? А если мы говорим о потребительских кредитах, то тут, конечно же, человек просто не умея управлять деньгами, недополучая радости от жизни и ища радость вот в этой иллюзии потребления. Ведь поймите, когда человек пытается тратить с опережением, во-первых, он паразит. Ну вот, прям запомните это слово. Почему? Потому что деньги – это обратная связь за ту ценность, которую мы даем людям. То есть человек хочет потреблять больше, чем дает ценности, понимаете? Это первое. Второе. Вы привыкаете очень быстро к любому материальному благу. И говорят, что в лучшем случае человек за три месяца привыкает, в худшем вообще за два дня. И получается, когда вы тратите с опережением, вы выигрываете ничего, потому что больше, чем от 48 часов до 3 месяцев вы ничего не выиграете. Но у вас долги и переплаты по кредитам. А если вы тратите чуть-чуть с запозданием, ну, не вопрос, у вас меняется уровень жизни. Вы старым еще наслаждаетесь, но у вас резервы и капитал. Роман, спасибо. Давайте еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. К сожалению, последняя его часть у нас осталась 12 минут, и чик, но проведем их с пользой. Это незаметно все пролетело. Да, да, да. На любимую тему, когда говоришь. Всегда так, всегда так. Я напомню для слушателей, и так, кто к нам, может быть, только что присоединился. Во-первых, поздравляю вас, что вы сделали правильный выбор. Значит, мы сегодня общаемся с Романом Аргашоковым, финансовым экспертом, директором и совладельцем Центра финансовой культуры на тему, как научиться правильно тратить. Телефон студии 6510-99,6, код города 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, уважаемые слушатели, задавайте вопросы. Роман, вопрос от меня. Есть какие-то способы для того, чтобы деньги привлекать? Ну, я имею в виду не астрологические, да, и прочие волшебные, а какие-то более реальные. Возвращаемся к теме увеличения доходов. Да, что такое привлечь? Ну, их проще всего заработать. Даже для того, чтобы инвестировать, нужно вначале заработать, прежде чем вложить. Чтобы было что, да, инвестировать. Смотрите, объясняю суть вообще способа, суть того, что происходит при увеличении доходов. Вы даете какую-то ценность своему клиенту, будь то клиент фрилансера, клиент предпринимателя или клиент работника, работодатель. Вы даете ценность и назад получаете деньги. И вопрос, как получать больше денег? Дайте больше ценности. Простой пример. Мы пришли в ресторан, стандартно нас обслужили, мы оставили стандартные чаевые. Нам нахамили и плохо обслужили, мы ничего не оставили, еще жалобную книгу написали. Нас вылезали, превосходили наши ожидания, у нас рука не повернется. Мы себе хорошо сделаем, когда мы оставим повышенные чаевые, потому что с нами лучше обошлись. И мы все, в общем самом смысле, официанты по жизни, мы все кого-то обслуживаем. И огромное количество людей, в особенности наемных людей, считает, что обману-ка я своего работодателя. Попробую я, знаете, отсидеть то же самое время и ни за что получить деньги. Так это тупиковый путь. Или, например, вы вначале мне платите больше, и только потом, может быть, я соизволю ответственнее работать. Это тупиковый путь. И я считаю, что, я знаю, что совершенно любой человек, который не живет на дотации, способен от учителя до инженера до предпринимателя больше зарабатывать. Почему? Потому что в любой сфере есть определенные ниши, которые более уникальны. Там мало специалистов, чуть-чуть переквалифицируйтесь на эту нишу, вы будете больше зарабатывать. Более платежеспособные ниши, потому что взять те же самые книги за бизнес-литературу, люди платят больше. За церковную литературу люди не привыкли платить. Ну, я так условно говорю. Дальше. Уровень ценности вы в каждой сфере можете нарастить. Вы можете быть тренером либо маленькой какой-то команды, либо претендовать, либо вырасти как специалист и стать тренером большой команды. И поэтому огромное количество людей, считая, что тяжело много зарабатывать, тратит уйму сил на решение проблем. А если бы даже десятую часть этих сил они потратили на поиск того, в чем нарастить ценность своему клиенту, как стать чуть более уникальным, ценным и работать на более платежеспособную аудиторию, любой бы увеличил свой доход. И когда я по этой философии сам все это применил в своей жизни и мои доходы начали расти, причем я могу так сказать, Олег, я мог бы сейчас на своем текущем уровне остановиться. Мне достаточно, чтобы позволить всем необходимые мне материальные блага. Но для меня это сейчас вопрос правильной финансовой привычки. Знаете, когда вот спортом занимаешься, количество твоего здоровья прирастает. Вот у меня то же самое. Я не хочу останавливаться. Я становлюсь более ценным для людей, автоматически у меня больше ресурсов и больше возможностей чего-то реализовать в жизни. Причем я так предположу, что может быть ресурсы увеличиваются, а возможности, даже не возможности, а желания остаются на прежнем уровне. Или они тоже как-то трансформируются? Вы знаете, Олег, я... Извините, Роман. Я исхожу из мысли, которая, ну, она, естественно, не новая, не мною придумана, но однажды я вот в процессе своей жизни столкнулся и понял, что это так. В принципе, человеку, вот обычному человеку или необычному, любому человеку, ему не так много нужно для того, чтобы себя чувствовать комфортно. Это знаете, если чуть-чуть уйти в эзотерику, а я увлекаюсь на, не отрываясь от реальности для поддержания внутренней гармонии, напомню, да, что это позволяет мне даже и в бизнесе быть более эффективным, то, ну, вообще в жизни все иллюзия. Мы играем в игрушки. Ну, и вопрос, какие игрушки правильные, а не правильные, а какие неправильные. Ну, если других не калечат, значит, нормальная игрушка. Ну, сегодня этой игрушкой может быть дайвинг, завтра это автомобиль, и послезавтра это там медитации где-нибудь на высокой горе. Ну, какая разница? Но я занимаюсь сейчас любимым делом. Ну, и там, съездил за границу, ну, круто же. Ну, можно было и не ездить, можно и России матушкой гордиться, но можно и ей гордиться и съездить. Ну, почему нет, тем более, если возможности есть. Я исхожу из этого, тем более, что если вы не делаете перекос в сторону только материальных благ и сверхпотребления, то, знаете, это как чуть-чуть приправы там в еде. Ну, почему нет, если она не вредна? Ну, если она, во-первых, не вредна, и главное, приправы-то не переборщить. Да, 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 естественно, естественно. Конечно, конечно. Так, продолжая разговор о привлечении денег, хотелось еще вот что подчеркнуть. Ну, с одной стороны, повышая свою ценность, да, в той области, которой я сейчас применяю свои силы, более-менее понятно. А есть смысл или возникает он, это необходимость, может быть, да, через какое-то время, когда стоит, опять говоря, языком инвестора диверсифицироваться. То есть я занимаюсь, да, и добился чего-то вот в этой области. А почему бы мне еще и этим не заняться, если есть желание, ну, и возможности, прежде всего? Все верно. У меня есть очень хороший знакомый человек, который работает всю жизнь по найму, работает в продажах. Он молодец большой, он начинал с продаж, там, мелочевки сейчас вагонами поставляет, там, и, там, контейнерами. И он инвестор. У него инвестиции практически во все доступные в России финансовые инструменты. И он действительно снижает свою зависимость от работодателя и от собственного здоровья тем, что у него есть источники пассивного дохода. И это в целом правильная вещь. Поэтому инвестиции, я, несмотря на то, что упомянул, что их можно вообще не иметь, но дело в том, что инвестиции это инструмент ускорения достижения наших материальных целей. Ведь мы можем снизить, избавиться от зависимости работодателя хотя бы к 60 годам, когда мы должны выйти на пенсию. Но представьте, как здорово было бы к 50, а потом к 40 успеть, а потом к 35 успеть. То есть здесь нет предела. Поэтому умение инвестировать и создавать себе дополнительные источники дохода действительно повышает нашу безопасность и защищенность. И дает нам запасные аэродромы. Ведь очень часто бывает, что мы от работодателя не можем уйти, хотя это тупиковый путь развития, просто потому что мы зависим от каждой зарплаты. То есть мы не можем не получить зарплату в конце месяца. Представьте, как увеличивались бы ваши возможности, если бы вы имели пространство для маневра. Вы бы не прогибались в переговорах, вы бы не давали там скидки за тот товар, который стоит тех денег, которые вы запрашиваете. А ведь огромное количество, в особенности фрилансеров и предпринимателей, из боязни, что не за что будет завтра заплатить за кредит, зазря снижают свои цены. Я с вами согласен, понятен ваш ответ. И тем не менее, я говорил о диверсификации не только с точки зрения инвестиций, свободности, а с точки зрения, может быть, какую-то смежную профессию приобрести, смежную специальность, заняться еще каким-то делом. Очень часто, Олег, на стыке с вашей основной деятельностью, возможно, какие-то дополнительные. Ну, вот представим, я, допустим, сейчас... Причем именно на стыке, правильно? Не надо ничего изобретать, велосипед новый какой-то. Да, да, то есть вы те же самые ресурсы, допустим, самые вот... Кого больше всего? Продавцов. Да. Что есть у продавцов? Клиентская база. Клиентская база покупает не только ваши основные услуги, но и огромное количество смежных. От вас уже выстроен диалог, к вам есть доверие, ну и все. Почему бы вам не предложить клиенту еще? Повторные продажи в 7 раз дешевле, чем продажи новым клиентам. Предлагайте, делайте какому-то другому предпринимателю хорошо, либо собственному работодателю, и зарабатывайте дополнительные деньги. Еще один звонок у нас есть, Роман, давайте пообщаемся. Сергей, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, у меня коротенький вопрос. Собственно, к вашему гостю. Может быть, какая-то линистратура, какие-то книги, которые на вас повлияли, или вам кажутся хорошими, вы можете посоветовать? Спасибо, Сергей, спасибо. Из книг мне очень понравилась и помогла «Самый богатый человек Вавилона» Роберта Джейк Лейсона. Она в форме восточных притч, читается крайне легко, за несколько часов. И «Основные законы денег», которые всю жизнь действовали, они там изложены. Это первая книга. Трилогия Киосаки, она больше про принципы, нежели про прикладные конкретные действия. Все остальные книги, это всего лишь... Про философию, да? Про философию. Да, про философию денег. И Бода Шефера, книга «Путь к успеху. Первый миллион за семь лет». Но сейчас очень активно развиваются и альтернативные, то есть не только литература. Ведь можно Финам.ФМ слушать. Но у вас, я понимаю, что и про бизнес, и про все. Ну вот, например, если позволите, я тоже веду свою авторскую радиопередачу, подкаст, да? Для тех, кто не знает, что такое подкаст, просто я называю это радиопередачу об управлении финансами. Там «Вперед к финансовой свободе» она называется. Бесплатно делюсь контентом, вот как, Олег, интервьюирую гостей, своим опытом собственным делюсь. Информации в интернете сейчас море. Было бы желание, готовность применять, систематизировать, внедрять. Понимая, что альтернатива бездействию, это, знаете, это как… Вот финансовая проблема мне напоминает занозу в пальце. Тебе вытаскивать ее больно, но если ты ее оставишь, она гнить там будет. И вот у многих людей, чем старше они становятся, чем больше ответственности и обязательств за детей и родителей, тем сложнее финансовая ситуация. Это как гниющая заноза. Чем сложнее ее вытащить. Да, вытащить ее, залечить и дальше жить с удовольствием. Согласен. Так, Роман, осталось у нас полторы минутки. Так. Поэтому, ну, резюмируя и адресуя, да, нашим слушателям какие-то пожелания, может быть. Друзья, поймите, самая большая проблема в том, что нас не учили управлять деньгами. А к тому моменту, когда вы дозрели до того, чтобы научиться, у вас уже такое большое количество негативного опыта, что вы боитесь к этому притрагиваться. Знаете, что это все... Вот многие воспринимают жизнь как некий неуправляемый хаос. Да. Я не знаю, что мне предпринять, чтобы получить результат. В жизни нет хаоса. Жизнь — это причина-следственные связи. И проблема большинства людей в том, что они не понимают, какие причины они запускают по незнанию и на какие правильные причины поменять. И как это... Ну, найти эти причины. И как за эти ниточки научиться дергать, чтобы иметь нужные результаты. И вот я постоянно напоминаю, запустите правильные причины. Запустите правильные причины. А что это значит? Ну, научитесь управлять своими деньгами. Там, бюджет, личный финансовый план, увеличение доходов. И все. И у вас автоматически будет прирастать богатство и деньги. Ясно. Роман, спасибо огромное. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что пригласили. Уважаемые слушатели, еще раз напомню, сегодня в студии Роман Аргашоков. Финансовый эксперт, директор и совладелец Центра финансовой культуры. Ну, я надеюсь, как минимум он рассказал, а кого-то и научил правильно тратить. А кого-то вдохновил хотя бы. Спасибо, Роман. Спасибо, уважаемые слушатели. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.